Так это бесполезно его обрабатывать, оно все равно возрастает. Почему же бесполезно? Нет, не бесполезно. Обрабатывать зараженные растения рядом стоящие первое, что нужно сделать при обнаружении вредителей. Но об этом питомнике, об этом похоже не знали. Самшит заражен еще с прошлого года и теперь сохранить его не удастся, придется вырубать. Вместе с тем определить заражены растения или нет несложно. К примеру, у пальм на листьях видны мелкие отверстия. В хозяйстве Любови Карловой в ходе проверки нашли одну поврежденную пальму и эвкалипт. Видите, вот эти галы, это галы, под которыми личинки. Когда сразу они маленькие, они зеленого цвета. Чем старше личинка, чем крупнее до вылета, тем интенсивнее окраска. Вообще, конечно, самостоятельно вряд ли бы мы это увидели. Естественно, мы проведем всю обработку. Вот сейчас эти пальмы ранней весной, как нам рекомендовали специалисты, все остальное обработаем. Сейчас зимой сделать уже ничего нельзя. Насекомые находятся в фазе, при которой применение любых средств будет бесполезно. Но вот весной побороть вредителей можно. В феврале месяце мы можем отмечать уже лед эмага и активные яйцекладки. Вот к этому моменту хозяйствам, которые не могут по каким-либо причинам применять химический метод борьбы, стоит озаботиться приобретением биологических препаратов и так называемых биоинсектицидов, которые безопасны, разрешены к применению на таких землях, таких категорий. Необработанные растения становятся уютным пристанищем для вредителей. Практически каждое необходимо обследовать. А эта работа долгая и непростая, отмечают специалисты. Нельзя назвать ситуацию критичной. Она, стараемся ее контролировать, нельзя отрицать. Выявляются отдельные экземпляры, зараженные пальм, отдельные экземпляры, зараженные эвкалиптов. В связи с этим как раз ведется эта работа. До Нового года проверка пальм, самшита и эвкалипта пройдет во всех растеневодческих питомниках. Одновременно с этим жители и сотрудники различных предприятий могут самостоятельно проверить деревья, которые растут у них во дворах и на близлежащих улицах.